Праздник Трубного Зова Спасибо Тебе, Господь, за милость и благодатьство, за наступивший 5779 год, от сотворения мира, от нашего праотца Адама. Спасибо Тебе, Господь, за нового Адама, за рождение Иисуса Христа и Ишуа Машиах. Аллилуйя. Благодарю Тебе, Господь. Аллилуйя. Праздник Трубного Зова. Аллилуйя. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю Дух истины. Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю. Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Благословен Господь Бог наш, благословен Спаситель наш, Искупитель наш, благословен Утешитель наш, Слава Тебе Божий Богущий, благослови всех нас, молящихся сегодня, Боже, благослови всех нас, благоставляющих великое имя Твое, благодарящих за все, Аллилуйя. Братья, сестры, приветствую всех, доброе утро, был вечер и было утро, день, новый день в Библии, очень интересно, да и в нашей православной традиции, в общем-то, как раз взятой как раз библейского иудаизма, день начинается с вечера, суточный цикл богослужения начинается с вечера, обычно у протестантов, у католиков, все по солнечному календарю. Вот, у нас в православии тоже, как вот, с библейского иудаизма взята была традиция, именно с вечера до вечера, цикл суточный богослужений, допустим, вот вчера вечером, да, во всех храмах, во всей Руси, да и по всему миру, в православных храмах, там, таких канонических, неканонических, разных. Значит, переспис на пение уже понедельника, уже второго дня, да, интересно, и в протестантизме, допустим, в католицизме, неделя начинается богослужебная, ну, вообще неделя с понедельника и заканчивается воскресеньем. А у нас в православии не так, у нас чтение недельное все, весь цикл недельных богослужений, опять-таки традиция, взятая с библейского еще иудаизма, начинается с воскресенья, который называется первым днем недели, и заканчивается субботой, который, ну, справедливо называется библейский седьмым днем. Вот много другого интересного, а еще есть годичный цикл, то был суточный цикл богослужений с вечера до вечера, недельный цикл богослужений с воскресенья до субботы, вот, а еще есть годичный цикл богослужений в православной традиции, вот, и многие православные христиане даже порой не знают, откуда у нас такая странная, на их взгляд, традиция, когда узнают об этом, что весь цикл богослужений православных идет с сентября до сентября, то есть не с января, допустим, до января, нет, а с серийной сентября до серийной сентября. То есть, вот, как раз в эти дни вот читается новогодняя молитва, начало индикта, то есть Нового года. Ну, в православной традиции это обычно совершается 13 сентября вечером и 14 сентября утром. И многие даже священники порой не думают, откуда у нас такая странная традиция. Да, конечно, обычно ссылки идут до Петровской Русь, значит, да, значит, и Киевскую еще Русь, когда вот с серийной сентября до серийной сентября шел, значит, ну, с сентября до сентября шел, значит, цикл богослужений годичных. Но вообще-то это тоже традиция взята была с библейского иудаизма. Вот, непосредственно вот с этого праздника сотворения мира, сотворения нашего пращура, праотца Адама. То есть, это день рождения Адама, сегодня у меня свечка, он прожил почти тысячу лет на этой планете, вот, и покоился с миром. Да, так что, happy birthday, Адам. Да, с днем рождения, Адам, наш отец. Вот, но сегодня и рождение нового Адама, потому что осенние праздники, библейские эти осенние господние праздники, они связаны и с первым приходом на эту землю, на нашу грешную планету Ишуа Машеха, Иисуса Христа, Рездво Христово, Рождество Христово. Да, исторически оно произошло вот в это время, осенние праздники, как раз именно об этом говорят пророчески, и во исполнении этих пророчеств, господних праздников, Господь Иисус Христос воплотился. Так что, Христос народы вся, словим ее, как в Украине говорят, но правда в Украине и в России, и в других странах, в православных культурах вообще, и в католических культурах, протестантских культурах разных народов, значит, о Рождестве, Christmas time, да, вообще о Рождестве принято говорить позже, всегда. Ну, конечно, лучше позже, чем никогда, но обычно идет речь о Рождестве Христовом в конце декабря, да, 25 декабря, да, или же 7 января у нас обычно. Вот, но в принципе, при всем уважении к нашей православной, к там, католической, допустим, нашим братьям на культуре, или протестантской культуре, Иисус родился раньше, исторически, если брать исторически, и по годам это чуть раньше, 3,5 года там раньше, чем это принято считать, ну, любым годом было обозначено его Рождество, но исторически это несправедливо, конечно, неправильно. Вот, просто первые христиане, первые столетия очень сильно отличалось первое христианство от всего того, что потом люди стали называть христианством, вот, значит, и первая церковь, она не была еще, ну, будем так говорить, коренная, будем так говорить, коренная, то есть она еще не стала рубить суд, на котором сидит, она еще не отреклась от своих библейских, еврейских корней, господних корней, вот, как бы, и мыслила себя первая церковь, первые столетия, как именно насажденная среди Израиля, вот, в доме Господнем, и, в общем-то, хотя проблема артисемитизма уже была, но она боком вылезла, конечно, уже в чеченом столетии, вот, наболела и вылезла уже эта болячка. Ну, и с тех пор, с самых константильных времен, вот такая у нас неразбериха. Ну, ничего, сегодня время реформации, постепенно, постепенно народ пробуждается, народ начинает думать своей головой, анализировать, вопросы задавать, хотя многим батюшкам, православным ксенцам католическим и пастырем протестантским, как бы, очень неудобно становится, все больше и больше неудобно отвечать, потому что приходится признаваться, что мы на протяжении, там, полутора тысяч лет, даже больше, ну, просто-напросто очень сильно уклонились от истины, и, в общем-то, да, весьма заблудились. Но, знаете ли, опять-таки, полторы тысячи лет, не полторы тысячи лет, больше, меньше, знаете ли, лучше поздно, чем никогда, все-таки, прозреть, покаяться, вот, и бог-то милостив и благ. Как раз на Новый год об этом мы и вспоминаем всегда и желаем друг другу сладкого Нового года. Да, и в еврейской традиции, библейской традиции, да, потому что библейская традиция, она корнями, вот, она переплетена с еврейской традицией, потому что еврейская культура, да, она единственная из всех культур нашей планеты, разных народов, которая выросла на Библии, выросла на Слове Божьем, на Торе. Ну, еще, может быть, исключением является еще США, Соединенные Штаты Америки, тоже, ну, как бы, в меньшей степени, но также, вот, уникальный опыт в истории человечества, начиная с 1776 года, да и раньше еще с пилигримов, с 1620, там, с первых этих еще пилигримов, формировалась, по сути, новая нация, новая культура, вот, значит, и в 1776 это чудо произошло, планетарного масштаба рождения Соединенных Штатов Америки, то есть народ, никогда не народ, ныне народ, с разных народов Земли, под властью Бога, идея такая была изначально, вот, страна свободы, страна, значит, возможностей, страна, ну, в первую очередь, конечно, под властью Бога, вот, значит, потому что это самая главная идея отцов-основателей была, в общем-то, вот, поэтому на планете нашей только лишь две страны могут, так вот, ну, так, грубо говоря, похвастаться именно библейским своим происхождением, именно то, что их культуры формировались, и нации формировались именно через Слово Божье, это Израиль и это США, вот, две страны на планете, но культуры всех остальных народов, они формировались, даже, скажу так, на культизме чаще всего, на многих традициях, которые, ну, связаны были с общением с бесами, одним словом, вот, поэтому нам, чтобы быть, ну, будем приобщаться с свободной культурой, культуру свободы, надо знать культуру США, конечно, надо приобщаться к культуре Америки, но в большей степени к культуре Израиля, потому что, действительно, Израиль, он на все века Богом дан планетарного масштаба, такое знамение между всем человечеством и Богом святым, знамение, и еще, скажу так, не просто знамение даже, не просто знамение Бога Израиля, а он еще, Израиль, посланник по спасению, спаситель, знаете, как пожарник во время пожара, как полицейский во время, там, беды какой-то, значит, допустим, как, допустим, ну, не знаю, военное на поле брани, как, с чем можно сравнить еще Израиля, допустим, тонут люди, да, значит, и вот спасатель, значит, пловец, опытный бежит спасать и спасать людей, То есть, как бы, миссия такая по-человечески невыполнимая, но с Божьей помощью выполнимая, по спасению всего рода людского. Потому что, если говорить о всемирном еврейском заговоре, о котором любят порой, знаете, языки почесать разные такие товарищи заблудшие, то, я скажу так, еврейский заговор реально существует. Вот, правда, большинство евреев не очень хотят об этом говорить, но он есть. И большинство евреев у нас сегодня, и не только наших русских евреев, вообще, большинство евреев на планете очень не хотят, как бы, быть участниками этого заговора. Но это судьба наша, еврейская судьба наша, быть участниками этого всемирного еврейского заговора по спасению рода человеческого. Во главе этого заговора сам всемогущий Бог, который настолько возлюбил мир, что отдал самого себя, свою жизнь, свою кровушку за нас, Иисуса Христа, праведника за все человечество. Поэтому кульминационной личностью, ключевой личностью именно в этом еврейском всеверном заговоре является сам Иисус Христос и Ишуа Машех, который свою еврейскую кровь пролил за всех нас, евреев, не евреев, за все истрадавшееся человечество. И сегодня, вот когда вспоминаем мы и не только сотворение первого Адама, но и сотворение пришествия на эту землю второго Адама, потому что Иисуса Христа, Ишуа Машеха, мы с полным основанием, на основании нового завета, мы называем новым Адамом, родоначальником нового человечества. По сути, это новая общественная формация. Нам в Советском Союзе империи зла под властью безбожья, если США рождалась в том полушарии, как страна из разных народов, состоящая из разных народов под властью Бога, то сатанинский эксперимент такой на нашей территории, он был прямо противоположным. В этом полушарии все было противоположно. И родилась огромная страна из разных народов, новый народ, советский народ мы его называли, тогда мы назывались частью советского народа. Мы говорили, что мы новая общественная формация, которая раньше в природе вообще не существовала. Народ атеист, народ безбожник, народ противобожник. И, конечно, это был такой дьявольский эксперимент. Знаете, как вот некоторые святые отцы древности называли дьявола обезьяной Бога, который ничего не может сотворить, он лишь может гримасничать и подражать. И как Бог создал США в том полушарии, дьявол создал в нашем полушарии Советский Союз империю зла, империю лжи даже можно так выразиться, потому что отец лжи, он был хозяином здесь. Слава Богу, империя-то рухнула, хотя призраки еще ходят от этой империи, вот, и гибридность сегодня пытаются все это возродить, но империя рухнула, это слава Богу. По милости Господне, миллионы верующих по всей планете, и в частности в США тоже молились о том, чтобы действительно эта лживая империя, прогнившая насквозь, рухнула. Бог действительно совершил это чудо. Это не совершили люди. Да, руками порой человеков, но даже сами те люди, которым приписывали развал Советского Союза, они сами были в шоке. Как это вообще получилось? Потому что это было Божье чудо, Божье проведение. И вот, знаете, друзья, сегодня, вот говоря о традиции Израиля, о Рош-Хашана, о начале года, я воздаю славу всю Творцу Царю Царей. И имя Ишуа Машиаха, Иисуса Христа, проставляю. Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Господь! Потому что мы не только в эти осенние праздники. В эти осенние праздники, череда которых начинается вот с этого сегодняшнего праздника, Рош-Хашана, но в библействе он называется праздник трубного зова. Вот в начале я Шапара включал трансляции. Это праздник трубного зова. Это праздник, Йом-Труа, в библии он называется таким словом. Но в народной традиции нашей обычно мы его называем Рош-Хашана, голова года, что тоже справедливо, потому что ведем отсчет лет от создания мира, от нашего пращура, от нашего пра-пра-пра-пра-пра-пра, много раз пра-отца Адама и нашей прамамы Евы, конечно. Вот, слава Богу, как еврейский апостол Павел говорил, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предел обитания народу, да, благословил народы. Здесь у меня баннер с флагами всех народов нашей планеты, всех стран, на всех континентах, потому что молитва в эти дни тоже идет за все народы, за все страны, за все племена. Пусть во всех народах славится имя Господа, Иисуса Христа, Иешуа Машиаха, Аллилуйя, Иссы Масиха, Джизус Христ, на разных наречиях, на разных языках звучит по-разному это имя, но оригинально, конечно, оно звучит именно как вот Господа, и буквально именуем мы Иешуа, Иешуа Машиах, Иешуа Машиах, Иисус Христос. Это не просто имя и фамилия, нет, это имя и призвание, это имя и помазание, это имя и победа, потому что наш Господь, Он победитель, слава Ему за все. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. И в эти осенние праздники не только о первом Рождестве мы говорим, не только, в смысле, ну как, о первом пришествии Господа мы говорим, не только о Его рождении мы говорим, но говорим и о Его втором пришествии, как мы вот условно так вот делим, о Его возвращении. Сейчас я, секундочку. Слава Богу, сегодня в Киеве дождь, и ночью все, дождь шел, ночь все, и под утро он не прекращается, но пусть это будет знамением благословения для нашей земли, для Киева, для Украины, вот, потому что дождь тоже вам нужен, земле, слава Богу, все хорошо, и все хорошо вовремя. И знаете, друзья, в Израиле сейчас нет дождя, сухо, но хотя приближается уже сезон дождей, приближается, уже осень все-таки наступила, Рошашана, после Рошашана уже мы готовимся к этому времени. В Израиле сейчас тепло и хорошо, но, друзья, о втором пришествии Господа Иисуса Христа, Библия говорит очень скупо, очень немного, такими загадочными образами, но мы знаем, как это совершится в общих чертах, что он придет так же, как ушел на небеса. Наши братья, они были изумлены, они смотрели, апостолы, вверх, старшие братья наши, да, и даже ангелам пришлось вмешаться в эту ситуацию, немую сцену, знаете ли, есть немая сцена, как вот у Гоголя, там, к нам приехал ревизор, а это от нас ушел Господь, и вот немая сцена, они стоят и смотрят в небеса, и ангелам пришлось вмешаться, они пришли, посланники Всевышнего, благословенного Бога, и они сказали, что вы стоите, смотрите, он ушел, все, он ушел, он придет, таким же образом придет, но не сейчас, а вы делайте то, что он вам сказал, вот, и, в общем-то, история началась церкви Бога Живаго, церкви Божьей, Божьей Экклезии, из евреев, неевреев, состоявшей и состоящей, слава Богу, вот, и мы ожидаем с тех пор блаженного пришествия Иисуса, возвращения на облаках, при гласе Архангела, при трубе Божьей Господь сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом и мы, оставшиеся в пришествии Господне, восхищены будем на облаках, в строительстве Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем, и утешаем мы друг друга такими словами уже два тысячелетия, но в нашем поколении, конечно, эти эсхатологические ожидания, они очень сильные, потому что исполняются библейские порочества просто уму человеческому непостижимым образом, 70 лет назад было возрождено еврейское государство, 50 лет назад Иерусалим снова становится еврейским городом, о Господи, спасибо тебе, вообще, в прошлые столетия об этом даже, ну, мечтать не смел никто, и даже, ну, может отдельно только праведники, святые какие-то молились, еврейские, христианские, вот молились и ждали этого времени исполнения этих порочеств, но сегодня, то, что было сказкой еще вчера, сегодня это были уже, друзья, да, вот тебе так, вот как в том ролике, Ильяху, Натань Яху, поздравления, премьер-министр Израиля, кто не смотрел, посмотрите, не пожалеете, очень классно, вот, значит, так что, я у себя там на фейсбуке выставил, даже уже не раз уже, там с русскими титрами идет, вот, так что, дамы и господа, вот с таким хорошим вас праздником всех поздравляю, и, конечно, ну, осенние праздники, это время Рождества исторического, и вот украинские песни, мне так нравятся украинские песни, вот именно прославляющие рождение Спасителя, наверное, в украинской культуре, вот, очень много вот этого библейского пришло, как раз через, вот, как удивительно, через осознание Иисуса Христа как Спасителя, там есть такие слова очень красивые, вот, в каждой культуре, ну, не в каждой, но во многих культурах нашей земли, допустим, в Европе, допустим, да, вот, значит, здесь вот в Украине, есть элементы вот этих библейского, вот этого святого, ценного, нам нужно это сохранять и приумножать, это прекрасно просто, и вот эти рождественские песни, это самое, наверное, прекрасное в Украине, или одно из самых прекрасных переживаний, хотя, я повторяю, это обычно зимой совершается здесь, но у нас, у евреев, все не так, как у людей остальных, у нас Рождество сейчас, осенью, осенние праздники. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, и мир всім на землі. Ангел с неба пастырямся являет, И весело цю новину свящаяет, Разум. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, и мир всім на землі. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, и мир всім на землі. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, и мир всім на землі. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, и мир всім на землі. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, и мир всім на землі. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, и мир всім на землі. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, и мир всім на землі. Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, и мир всім на землі. Аллилуйя! Аллилуйя! Дякуєм Тобі, Господи, Боже наш, за свято ця. Різдво Христове. Аллилуйя! Рож хашана! Алова Года! Дякуєм Тобі, Боже! Благодарим Господі! Благодарю Тебя, Боже Всебогущий, за це чудо, Бога воплощення, Хрис, слова, очеє, слово, очеє взяло нася тіло. В темностях земних, в темностях земних сонце засвітило. Христос родився, Бог воплотився, анголи співають, царя вітають, Поклин відають, пастри играють, Чудо-чудо повідають. Аллилуйя! Аллилуйя! Ах, тихая ночь, святая ночь, Дремлет все, ниш не спит, В благоговенье святая чета, Чудным младенцем полны сердца, В радость в душе их царит, В радость в душе их царит. Аллилуйя! Спасибо, Господи, за все! Благодарю Тебя за этот праздник! Благодарю Тебя, Господь, за праздник Трубного Зова! Благодарю Тебя, Благодарю Тебя, что сегодня исполнилось уже 5779 лет назад, 79 лет, как Ты сотворил нашего предка, нашего пращура, нашего пра-пра-пра, праотца Адама, и нашу прамаму Еву. Благодарю Тебя, Господь, наших прародителей за сегодняшний день рождения. Спасибо, Господь! Спасибо Тебе за рождение нового Адама, Ишуа Машиаха, Иисуса Христа! Спасибо Тебе и за будущее, второе пришествие Его, Господь, о котором говорят эти осенние праздники, череда которых начинается с сегодняшнего дня с праздника Рош-Хашана, Йом-Ха-Троа! Благословен, Господь, что сегодня Ты пробуждаешь народ свой. Благодарю Тебя, Господь, что сегодня миллионы и миллионы христиан на нашей планете сегодня вдруг вспоминают, чува совершается, вспоминают, приходят в себя от многовекового антисемитского дурмана, возвращаются в себя, приходят в себя, вникают в себя, и в учение, и в учение Твое вникают. Господь, вспоминают свои корни, свою традицию. Боже, ведь в прошлое столетие, более полутора тысяч лет, подавляющее, подавляющее большинство христиан были Иванови не помнящими родства, духовно перекати поле, оторванными от корня, засохшими весьма сухими костями. Боже Всемогущему, сегодня время оживления, сегодня время спасения, сегодня время пробуждения от сна греховного, и хотя «религиозные вожди», разные конфессии, динаминации, негодуют, Боже, потому что трещат по швам, их доктрине, потому что трещат по швам, вымыслы человеческие, все учения небесовские, потому что царство тьмы рушится, и Боже Всемогущие, мы достаksam, Греха с тела Христова уходит, Боже, и оживление в Церкви совершается, как в третий день Господь Ты воскрестил Сына Своего. Сегодня тело Христа воскрешается в третий день, в начало третьего тысячелетия нашей эры, христианской эры. Благодарю Тебя, Господь, за все. Благослови сегодня Израиля, благослови сегодня Иерусалим, благослови сегодня все народы нашей страдавшейся планеты, Боже, все страны и континенты, благослови сегодня Соединенные Штаты Америки, Боже, которые завтра будут отмечать скорбную дату 11 сентября, Боже, Рождество Твое, праздник, пришествие Твое. А с другой стороны, такая трагедия в этом народе, которая болью отозвалась общепланетарно, Господь, Боже всемогущий и утешь сегодня сердца американского народа, особенно Нью-Йоркца, благослови во имя Иисуса Христа. Пусть вместо пепла, как Господь показал мне там, Боже, в этом удивительном откровении, в этом удивительном видении, Ты дашь вместо пепла украшение. Тот пепел павших людей, невинных жертв этих, и тот пепел горевших всех этих зданий, Боже всемогущий, Он на памяти нашей. Но вместо пепла сегодня украшение, украшение для Нью-Йорка, украшение для США, украшение великое пробуждение народов на этом перекрестке Вселенной, перекрестке человеческого рода, великое пробуждение народов, великое пробуждение Нью-Йорка и общепланетарное пробуждение во имя Иисуса. Аминь. Благословен Господь Бог наш. Шалом Иерушалай. Шалом Израиль. Благослови. Благословляю великое имя Твое Господь. И Твоим именем благословляю Иерусалим. Твоим именем благословляю Израиль. Этот сладкий Новый год. Благословенный Новый год. 5779 год. Год пробуждения. Год реформации. Год покаяния. Год свободы. Боже. Спасибо. Сладчайший Господь. Благодарю Тебя. Твоя сладость. Это сладость этого года. Благодарю Тебя Господь. Да благословит Тебя Господь. И сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь. Светом лицом Своим. И помилует Тебя. Да обратит Господь. Лицо Своё на Тебя. И даст Тебе мир. Ьеверекекха, Донай. Ве Ишмарекха. Йахер Адонай. Панав Алеиха. Ви хунека. Исаадонай. Панав Алеиха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Налейте себе тоже соку Если нет сока, просто воды налейте Возьмите себе хлеба Я вчера поздно был уже и не успел даже купить ничего Но, слава Богу, церкви там передали мне, где был гостя Я вчера был с утра в нашей церкви, здесь, на Кловской Вот, с утра, с 9 утра в молитвах, там до 10 Коротко словом поделился, отец Алексей делился словом А потом, там, метро и первым трамваем ехали в Михайловскую Борщаговку С братом Олегом Вот, и в Михайловской Борщаговке там уже было служение Успели прям, ну почти к началу, собственно Первую минуту опоздали чуть-чуть Вот, туда, это улица 9 мая, дом 7 Очень хорошее место, рекомендую Там есть семинария, если кто желает обучаться Я познакомился с этой семинарией вот недавно совсем Эту неделю, прошлую неделю Последнюю неделю, уходящего, 5778 года Я там преподавал как раз Экклезиология, учения в церкви Записи все есть, есть на моем канале YouTube Вот, а в воскресенье вчера Я проповедовал там в собрании Вот, записи еще не выставил Но, даст Бог, вот, может, сегодня, даже завтра, не знаю Или после праздника тоже Посмотрим Ягдух поводя, как в Украине говорят в Писаднике здесь Вот, и возьмите все хлеба И вот там в церкви дали мне такая хала Ну, как бы, да, я так понимаю Или а-ля хала Вот хлебушек, да Вкусно пахнет еще Вот И если нету сока у вас Просто налейте себе воды Возьмите хлеба Какое есть Я иногда совершаю просто в белорусский покупаю У меня все время тоже ржаной хлеб ест Я беру ржаной хлеб и воду И все, и совершаю причастие Потому что причастие Евхаристия Это не просто качество вина или хлеба Это качество нашей веры Нашего рассуждения О теле крови Иисуса Христа Наше рассуждение А благочестивое рассуждение Правильное рассуждение Евангельское рассуждение Новозаветное рассуждение О теле крови Иисуса Христа следующее. Благодатью я спасен через веру в Иисуса Христа. Я имею жизнь вечную через кровь Иисуса Христа. И Иисус мой Господь, Бог Спаситель, Освободитель, благодарю Тебя, Божий Всемогущий. Кровью Иисуса Христа я полностью спасен. То, что было, есть и будет, все омыты кровью Агнца Божьего. Я принят, я сын Божий, или вы говорите там, и сестер, дочь Божья. Мы дети Божьи, дети Бога. Благодарим Тебя, Господь. Исцелен я, полностью исцелен через кровь Иисуса Христа. Говорите это. Это Слово Господне. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Потому что ранами Твоими, Господь, мы исцелены. Боже, это не от нас, это Твой дар, Господь. Божественное исцеление, освобождение, прощение, благословение, благословение небес. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. Амин. Благословен Господь Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Амин. Благословен Господь Бог наш, возлюбивший нас и доказавший к нам свою любовь, отдав жизнь свою, кровушку за нас пролив, сына своего ненародного, агнца своего, от века закланного. Чтобы всякий верующий в Тебя, Отец наш, Бог и Царь, Иегово, имя Твое, Бог Авраама, Исаак и Якова, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. И я принял жизнь вечную через веру в Иисуса Христа. И тело Христово примите, братья и сестры, источника бессмертия вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Амин. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо, Дух Святой. Спасибо. Благодарю Тебя, Господь, за спасение, исцеление, освобождение и за этот наступивший Новый Год Божий. Благодарю Тебя за все. Благодарю Тебя, что кровью Твоей Святой это чудо совершилось. И я имею жизнь вечную. И записан в книге жизни. Спасибо. На небесах. Через кровь святую Иешуа Машиаха, Иисуса Христа. Я имею жизнь вечную на небесах. Спасибо, Господь. За книгу жизни. За прекрасную запись в книге жизни. За наступивший сладкий, благословенный Новый Год. Милости Твоей. Благодати Твоей. Амин. Лехаем за жизнь. За жизнь. Господь, Ты пролил свою кровь за жизнь мира. Отдал свою жизнь за жизнь всего мира. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Святой. Благодарю Тебя. Лехаем за жизнь. Спасибо, Господи. Спасибо за эту благодать. Спасибо. Боже, спасибо, спасибо. Да, и причащусь еще. Также и медом. Яблоко с медом. Ну, как же это? Наше такое еврейское причастие. Нарушая шана. Сладкого Нового Года. Так что так. Спасибо, Боже, за причащение святых христовых тайн, тела, крови. Благодарю Тебя, Боже Всемогущий. Благодарю Тебя за моих братьев и сестер. За всех, кто подключался онлайн. За всех, кто, значит, в записи потом будет смотреть это видео. За всех причастников, причастниц, причистых Твоих тел и крови, Боже. Благодарю Тебя, Господь, за все. Благослови нас. Во имя Иисуса Христа. Бешен и Ишуа на наших. Аминь. Благословляю всех вас. Сегодня вечером подключайтесь. Сегодня вечером я не успею. Потому что я буду еще сегодня к вечеру. Я буду у Любовь Давидовны Кушнир. Планируется там встреча. Наруша шана как раз. Вообще эти два дня такие насыщенные разными такими встречами. И еврейская община тоже, киевская, что-то должна проводить. Посмотрим. Еще и в Синагогу надо заехать еще сегодня тоже. Вот, значит, и, ну, одним словом, благословляю всех вас, дорогие друзья. До встречи в эфире. Ну, по утрам точно я подключаюсь. В 6 утра подключаюсь. Вот, но по возможности, если где есть такая возможность с интернетом и все технически, то я подключаюсь в сети. Вот. Ну, и сегодня, даст Бог, если получится, то в течение дня тоже сделаю пару таких подключений как раз об этом празднике, собственно, с чтением и словом Божьего. Благословляю вас. Сладкого нового.